Девушки отдыхают На конкурсе стал, наша команда решила показать сказку Мы долго выбирали Вот, например, сказка «Три поросенка» оказалась нам, так сказать, не по зубам Поэтому мы представляем сказку «Репка» Высоко-высоко в горах посадил дед репку Также посадил дед зрение, печень Печень-то уже что, друга посадила? Эй, ты кто такой уже? Я твой совесть И чё, чё ты на меня наезжаешь? Нельзя, что ли? Нельзя Почему? Потому что... Эй, сказали же по сценарию, Билал, давай Но вытащить репку ему никак не удавалось А что было дальше, вы сейчас и узнаете Брат, брат, срочно помоги мне по-братски Эй, слушай, чё случилось, чё случилось? Я даже побриться не успел А не уйду, мой да? Мужику сорок лет Давай репку надо вытащить Давай Просто силой тут не справишься Мне, конечно, нужно проявить дух, воспитание, нравы Вот у меня друг министр культуры А я всё на 7 лет посадил Эй, Билал, тебе ещё сказали давай по сценарию Ладно, зови, чего? Давайте вы, чего? Давайте, выходите Поехали! 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 Ладно, давай помогай рыбку вытащить. Давай столько капусты, чтобы я рыбку вытащил. Скажи 300. Ладно, давай, чего? Пацаны, крепко, надо проявлять уважение. Вот у меня есть друг, очень уважаемый человек. Глава сел совета. Его сын школу закончил. Сейчас в Москве. Учится? Нет, слушается. Так, зови, зови. Сейчас. Алло. Алло. Мага. Да. Ты там? Здесь. Я тут. Вышел. Пошел. Понял. Эй, это все понятно. Мне зачем твои два мешка с орехами? Я тебе сказал кэш, а не кэшю. Все, давай. Эй. Эй. Алло. Алло. Ты мою проблему решил? Братан, 38,2, не до этого. Что это, температура? Айкью. Лей, хайван, у меня друг на всем летел. Бебилав, тебе же сказали, давай по сценарию слушай. Эй, че ты, как ты... Опять засара взялся, иди отсюда. Эй, это все понятно. Я слышал вот репку надо вытащить, да? Да, да, давай уже. Давай еще. Чтоб ты моего друга вытащил. Эй, пацаны, ко всему надо подходить с умом. Нужен один умный совет. Господи ведущий, господи ведущий. Че ты с ним разговариваешь? Эй, еще раз плющ, а тебя найду. Я думал, это дождь. Где нам спирт умного человека искать? Я знаю одного очень умного человека, ученый. Живет через дорогу в будке. Халит звать его. А почему он такой умный? Потому что ему единственную сдачу правильную выдают в магазине. А че, в нашем магазине сдачу выдают? Ну, видишь. Халит, ты че опять опаздываешь? Я знаю, почему он опаздывает. Почему? Ща покажу. Конечная остановка. Водитель, а вы мне дверь? Я открою. Ладно, я здесь посижу. Что нам теперь делать? У вас неправильная тактика. Чтобы вытащить репку, необязательно думать как репка. А че, репка умеет думать? Я о том же говорю, дебил. Билал. Билал. Так, нам нужен жесткий руководитель, чтоб нас объединил. Это кто такой? Это самый жесткий руководитель. Вы чего, пацаны? Собрались и репку вытащить не можете. У вас же все есть. Ботаник. Гладкий я. Председатель сельсовета. Министр культуры. С другом помогу. Давай, взялись. Так, собравшиеся вместе, наши герои все таки смогли вытащить репку. Уважаемые зрители, на самом деле под репкой мы понимали хорошее отношение к дагестанцам. Ведь не достаточно быть просто самым сильным. Или самым умным. Достаточно просто собраться всем вместе. И жесткого руководителя. С вами была команда КВН Тамтур. Есть за что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok